Здравствуйте! В эфире программа «Строите жить». Сегодня ответим на вопросы наших телезрителей. Как правильно строить отношения с подрядчиком, чтобы минимизировать затраты на строительство и избежать нервотрепки? Собаку какой породы выбрать для содержания в частном доме? И как создать зимний сад на подоконнике? Генеральный партнер программы – компания «Вудмастер». Компания «Вудмастер». Производство и строительство под ключ домов, бань, беседок из древесины сосны, кедра, лиственницы. Ручная рубка по канадской и норвежской технологии, оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус. Все необходимые материалы для деревянного домостроения. Микрорайон «Таврово-2», улица Магистральная, 1А, телефон 373-058. Сайт «Вудмастер» defisbelgorod.ru В редакцию программы пришло письмо. Помогите решить такую задачу. Есть частный дом. Дети давно просят собаку. Будки пока нет. Как ее правильно сделать, не знаем. Вопрос. Обязательно ли брать породистую собаку, если семья проживает в частном доме? Предлагаю разобраться в этом вопросе досконально. Для обладателей собственного дома собака и любимый питомец, и верный друг, и хорошая охрана жилья. Это в идеале. Однако не все так просто. При выборе породы важно четко понимать, зачем вам нужна собака. Если вы хотите завести собаку для детей, для семьи, чтобы она была членом семьи, другом семьи, то не обязательно выбирать и искать породистую собаку. На вопрос, какая порода лучше всего подходит для семьи, ответа нет. Собака подходит для семьи тогда, когда она хорошо воспитана, и когда ее темперамент отвечает вашим требованиям. То есть, если вам нужен друг, заведите дворняжку. А если вам нужна собака с конкретными какими-то качествами, тогда имеет смысл обращать внимание на какие-то породы. Специалисты-кинологи советуют выбирать собак, не склонных к лидерству. Лабрадор, французский бульдог, бобтейл, сеттер. Это спокойные породы собак. Именно такая, ласковая и добрая, 11 лет назад появилась в семье Натальи Дорофеевой. На вопрос, как вы умудряетесь воспитывать двоих детей и четыре собаки, Наталья мило улыбается. Наша семья, можно сказать, началась с появления именно этих собак. Потому что, когда мы с мужем поженились, мы решили сделать друг другу подарок, ну не в виде каких-то там материальных простых ценностей. Мы решили друг другу подарить собаку. У нас появились дети. Родные переживали, как же будут ладить собаки с ребенком. Мои родители наставили, что нужно непременно куда-то отдать, куда-то пристроить. Я сказала нет, нет, нет. И была права. Потому что это оказались такие замечательные существа, которые на малейший писк ребенка приходили ко мне на кухню, брали меня за подол, вели меня к кроватке к детской. Дети у меня учились ходить, держась за их длинную шерсть. То есть никогда никакой агрессии, никакой даже, не то что агрессии, даже раздражения со стороны собак никогда не было. Прима Ода Скалли Люк. Шестилетняя Юля души в питомцах не чает. Все выходные и праздники резвиться вместе с ними ни капли не боится. Ирландский сеттер, так называется эта порода собак. Идеальный для семей с детьми. Добрые, умные, приветливые. От воспитания зависит многое. Во-первых, они видят, как ведут себя хозяева по отношению, наверное, к другим людям. Мне кажется, как-то так. Мы сами люди очень незлобные, независливые. Может быть, собаки смотрят на нас. Но, мне кажется, здесь решающую роль сыграла все-таки порода. Потому что среди ирландских сеттеров агрессии не было никогда, никем отмечено. Это, по-моему, самая добрая порода, которая может быть. А вот для Анны Крюковой вопроса, какую собаку выбрать для своего дома, не стояло. Грету она подобрала на улице, о чем ни капли не жалеет. Обычная дворняга стала полноценным членом семьи. Мы собирались заводить собаку, как только отстроимся полностью, чтобы в частном доме была собачка, звоночек. Не планировали мы заводить каких-то породистых собак. Мы разницы не видим особой. Дворняжки, они тоже очень умные, преданные. Грета у нас очень чистоплотная. Мы взяли ее, ей было два месяца. Она сразу приучилась к выгулу сама. Отлично учит команды. Еще один важный момент – это возраст собаки. Существует мнение, что лучше брать щенка. Спросим специалиста. Существует такое предубеждение, что собака должна обязательно вырасти с детьми. Это не так. Собаку можно брать в любом возрасте. Собака, которая росла щенком, из нее тоже, в принципе, вырастет, может вырасти агрессивная собака, даже если она, например, щенком не проявляла агрессии. И наоборот, если вы берете взрослую собаку, которая уже лояльно относится к детям, вы уже можете с какой-то вероятностью сказать, что она и дальше будет так относиться. Поэтому в случае, например, семей с маленькими детьми, которые еще не могут контролировать свое поведение с собаками, это понятно, я бы рекомендовала смотреть в сторону взрослых собак даже больше, чем в сторону щенков. Что касается того, где будет жить ваша собака, предпочтение отдают вольерам и будкам. Соорудить их можно самостоятельно. Все, что нужно, инструмент и владение элементарными навыками работы с деревом. А еще немного свободного времени и большое желание угодить питомцу. Что такое идеальная будка? Прежде всего, будка не должна быть продуваемой. То есть предусмотрите, пожалуйста, либо внутреннее утепление для будки, либо подгоните доски так, чтобы они состыковывались очень плотно. И, например, в этой будке, кроме того, что она сделана с толстыми стенами и с утеплителем, у нее еще предусмотрена внутренняя перегородка. То есть собака имеет двухкомнатную квартиру. Это лишь некоторые рекомендации для тех, кто планирует завести собаку в частном доме. И все же основное правило, которого следует придерживаться – собаку нужно любить. Благодарное животное непременно ответит вам тем же, никогда не проявит агрессии. В любви и заботе собака не может вырасти злой. Вы строите свой дом. Доверили это дело подрядчику. Работы выполнены, но цена, по вашему мнению, завышена. Как правильно составить договор подряда, чтобы избежать скандалов и судебных разбирательств? История из жизни. Ольга Черная расскажет, что делать, если исполнитель не хочет отвечать за некачественную работу. Прежде чем построить дом, построите подрядчика. Важный этап возведения дома – выбор строителей. Одни нанимают фирму, вступая в деловые отношения – заказчик-подрядчик. Другие договариваются с частными бригадами. Это уже отношения – хозяин-работник. Застраховать себя на 100% от проблем нельзя ни в первом, ни во втором случае. Но надо понимать, если вы беретесь управлять стройкой сами и нанимаете разных рабочих на отдельные виды работ, вы должны располагать уймой свободного времени и знаниями в области строительства. Нужен постоянный контроль. Сэкономленные деньги могут обернуться переделками и нервами, ведь нет конкретного лица, который ответит за конечный результат. Если вы вступаете в договорные отношения с подрядчиком и становитесь заказчиком, то тут главное – не поставить подпись против самого себя. Это когда вам предлагают договор, в котором учтены условия, выгодные только для строителей. Поэтому, посоветовавшись с юристом, не поленитесь нужной степенью детализации прописать все возможные варианты развития событий. От порядка расчетов с авансовыми платежами до устранения всех выявленных недостатков. Вы имеете на это право. Это ваши деньги и ваш дом. В дальнейшем договор поможет разрешить споры. И если не мирным путем, то в суде точно. Юрист Андрей Богданчиков участвовал более чем в 200 судебных делах по строительству. Говорит, если клиент заранее позаботился о бумажной стороне вопроса, у него есть все шансы вывести строителей на чистую воду. Каждое физическое лицо выступает как потребитель. И помимо общих норм о договоре подряда, еще применяются нормы закона о защите прав потребителей. Если заказчик проявил должную осмотрительность, то есть заключил правильно договор, своевременно внес оплату, предоплату, если это предусмотрено договором, обеспечил подрядчика необходимым материалом, если таковая обязанность возложена на заказчика, то очень велика вероятность положительного решения исхода дел. Суды, как правило, становятся на сторону заказчика, он же потребитель. И подрядной организации достаточно сложно доказать в суде обоснованные причины, почему же они не исполнили договорные отношения. В договоре подряда обязательно должна быть перечень конкретных работ и сроки, в которые подрядчик эти работы должен выполнить. Без одного из этих пунктов договор не будет считаться заключенным. Об этом говорит статья 432 Гражданского кодекса. Если наименование работ строители указывают в договоре, то сроки их выполнения часто не прописывают. Помните вы о них. Нет конкретных дат окончания работ, строительство дома может затянуться на неопределенный срок. В ваших же интересах предусмотреть и другие условия договора. Это стоимость работы, порядок оплаты, сдача и приемка работ, гарантии качества и порядок устранения недостатков, обеспечение материалами и оборудованием и другие обязанности сторон, и даже порядок разрешения споров. Здесь кто во что гораст. И изобретать велосипед не надо. Образцы юридически грамотных договоров подряда на любой вкус можно найти в интернете. Главное не перестараться, чтобы потом условия договора не сыграли против вас. Особенно это относится к женщинам, которые отважились взяться за стройку. «Хозяйка, дай денег» — это отдельный пункт. Вы должны помнить, стройка измеряется не в целой коробке и целой крыше, а в квадратных и кубических метрах. Это касается и черепицы, и досок, и блоков с кирпичами. Учтите это, когда будете договариваться об оплате. Конечно, договор лучше заключать с учетом поэтапной, помесячной или поэлементной оплатой по факту. Обещанные деньги — хороший стимул качественной работы для подрядчика. Однако мало кто из строителей согласится работать без аванса. Предоплату тоже лучше производить поэтапно, а вот закупку материалов желательно взять на себя. Если все же проигнорируете этот совет, воспользуйтесь другим. Не выдавайте сумму на все материалы сразу и методично требуйте у подрядчика товарные чеки. Чтобы не нарушать доверительные отношения, просто скажите, это нужно для банка, где вы взяли кредит, или для налоговой. Если вы будете показывать безразличие к материальной части, даже самый добросовестный прораб не устоит перед искушением перекинуть пару-тройку мешков вашего цемента или кубометр досок на другой объект. Поэтому не забывайте проверять и соответствие закупленного материала с его реальным использованием на стройке. Стоит обговорить сразу и стоимость возможных сопутствующих работ. Строители любят придумывать себе дополнительную нагрузку за отдельную плату. Ну а чтобы подрядчик вдруг не завысил расценки на работы к моменту завершения строительства, позаботьтесь о том, чтобы к договору была обязательно приложена смета с твердыми ценами. Строительная организация, делая вам коммерческое предложение о строительстве вашего дома, должна предоставить смету, чтобы вы уже рассчитывали на тот ваш бюджет, на те ваши возможности и сможете ли вы оплатить. Смета должна быть подготовлена строительной организацией до заключения договора. Что еще на руку подрядчикам, прикрывающим свои хитрости за непонятными единицами измерения, так это то, что в локальных сметах используются расценки 2000 года. И чтобы определить стоимость строительства в текущих ценах, их нужно умножить на специальные коэффициенты. Нет, это не для того, чтобы окончательно вас запутать. Так Гострой учитывает фактор удорожания стоимости строительства в условиях инфляции в России. Но мы не будем уходить в дебри строительной политики. Единственное, что вам не лишним будет знать, это где можно посмотреть текущие региональные индексы изменения сметной стоимости. На своем сайте их публикует Управление государственной экспертизы Белгородской области. Во вкладке «Заказчикам» выберите раздел ценообразования. Нас интересует коэффициент жилищного строительства. Именно этот индекс позволяет и заказчику, и подрядчику согласовать эту стоимость. И не факт, что этот индекс будет соответствовать и региональному, либо федеральному расценке. Ни подрядчик себе не будет работать в убыток. И заказчик, наверное, тоже должен проявить осмотрительность. До заключения договора узнать стоимость, которая складывается на рынке выполнения строительных работ. И пусть вас ни в коем случае не терзают сомнения о ваших умственных способностях, когда вы попытаетесь разобраться в этом хитром бухгалтерском документе. Это под силу только специалистам. Поэтому не стесняйтесь требовать от подрядчика так называемую укрупненную, или по-другому упрощенную смету, в которой вам все будет понятно. Такие в природе существуют. Если мы говорим об укрупненной смете, то в данном случае не нужно все расписывать детально. Мы понимаем, что необходимо выполнить фундаментную часть, сокольную часть, необходимо возместить стены, выполнить внутренние работы. И вот разбив строительство дома на определенные этапы, мы можем попросить подрядчика, чтобы он нам выдал укрупненную смету на отдельный этап. Она может быть не соответствует тому сметному регулированию, но она должна быть понятна и заказчику, и подрядчику в части того, что же входит в состав этих работ и сколько это стоит. И после этого только принимать решение, принять ли ту смету, которую предлагает при заключении договора подрядная организация, либо искать другого подрядчика. То есть прежде чем подписать договор, поинтересуйтесь расценками на работы других строительных фирм. Что же касается обязанностей сторон, то в этом пункте договора подряда вы можете предусмотреть неустойку. При нарушении сроков выполнения работ, указанных в договоре, подрядчик выплачивает заказчику пеню, обычно в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. Но и подрядная организация обязательно предусмотрит неустойку для вас. Это может касаться своей временной оплаты. Поэтому не переоцените свои возможности в момент подписания договора. И еще несколько важных моментов. Помните, в глазах строителей вы как заблудившийся ребенок с чемоданом денег. Другое дело, если рядом с вами архитектор, который разрабатывал проект дома. Есть такая услуга – авторский надзор. То есть вы за отдельную плату договариваетесь с проектировщиком о дальнейшем сотрудничестве. Он будет третьим глазом на стройке, проконтролирует объемы затраченных материалов, проследит, чтобы работы действительно соответствовали всем проектным решениям. Оплачивая авторский надзор, вы экономите время и страхуете себя от неприятных сюрпризов и переплат. Чтобы архивы судов не пополнились вашим делом, воспользуйтесь нашими советами. Но если вы уже попались на удочку недобросовестного подрядчика, и он не хочет идти на мировую, вам придется потратиться на строительную экспертизу. Дипломированные специалисты выявят все отклонения, определят стоимость фактически выполненных работ. Это обойдется вам от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч, в зависимости от масштаба и сложности исследования. Дефицита таких услуг в регионе нет. Контакты вы легко найдете в интернете. Заключение экспертной организации будет первым доказательством в суде. Если стороны не позаботились о надлежащем оформлении договорных обязательств, это не лишает ни одной, ни второй стороны для судебной защиты в судебном порядке. Просто суду придется давать гражданско-правую оценку сложившейся хозяйственным отношениям и применять общие нормы. При этом суд не может выполнять ролевую функцию за истца и ответчик. Это говорит о том, что истец, и ответчик должны будут предоставлять соответствующие доказательства. А уже суд будет давать этим доказательствам оценку. А как-то формировать доказательственную базу – это не прерогатива суда. Кстати, о судебных делах. Вам желательно заранее проверить всю подноготную строительной фирмы. Для начала не мешало бы узнать, не является ли она банкротом. Электронная картотека арбитражных дел вам в помощь. Тайны прошлого вашего подрядчика вам откроет и официальный сайт Белгородского областного суда раздел «Судебное дело производства». И помните, визуализация мечты о доме должна быть не в картинках, а в конкретном проекте и конкретных цифрах. Вы сами не должны давать повода строителям сделать вашу стройку предметом наживы. Продумайте все до мелочей заранее. И тогда хозяином ситуации будете вы, а не ваш подрядчик. За окном зима, а на подоконнике лето. Эксперт рубрики «Зеленая жизнь» Светлана Синица расскажет, как своими руками создать уют в доме. Делаем сад из комнатных цветов. Замечательная идея. Сегодня мы решили вам показать, как можно с помощью обычных комнатных растений создать уютный оазис в вашем доме. Для этого нам понадобятся простые, привычные практически каждому комнатные цветы. Выбирая сосуд, нужно ориентироваться на то, насколько он будет подходить к вашему интерьеру. Растения нужно выбирать разные, по высоте, по форме листьев, но похожие между собой по уходу, чтобы одно растение не залить, а другое не засушить. В качестве главного растения сегодня я выбрала шифлера. Но это также может быть любой фикус, замиокулькас, антуриум и другое растение, которое может быть высоким в процессе своей жизнедеятельности, и также оно очень неприхотливое в уходе. В нашей композиции должно быть одно, максимум два таких высоких растения, остальные должны быть немножечко поменьше. В качестве таких растений поменьше я взяла небольшой спатифилиум. Он также не требует очень большого ухода. В качестве второстепенного растения я взяла замиокулькас. Здесь он большой, но у него есть маленькие отродки, которые пойдут в нашу композицию. А дополняют нашу композицию различные вьющиеся растения, такие как плющ и разновидность фикуса, и небольшие по размерам, такие как фитония и различные суккуленты. Суккуленты это растения, которые могут долго хранить в себе воду с толстой листовой пластиной. Мы снова берем наш сосуд и приступаем к посадке по всем правилам. Для начала нам нужно насыпать дренаж. Дренаж мы берем керамзитный и предварительно его замачиваем. Работа эта достаточно марка, поэтому предлагаю воспользоваться перчатками. После того, как мы наполнили дренажом наш сосуд, нужно проложить какой-либо тканью его, чтобы он не смешивался с грунтом. Я взяла обычную марлю, сложила ее в несколько слоев, и этого вполне будет достаточно. Уложили. Теперь мы берем грунт. Грунт нужно брать подходящий для растений, которые вы выбрали. В нашем случае это универсальный почвогрунт торфяной. И начинаем наполнять наш сосуд. Но наполняем мы его не полностью, потому что нам же нужно еще место, чтобы сажать наши растения. Мы закончили засыпать землю и начинаем сажать растения. Но до этого я бы хотела сделать еще одну маленькую деталь. С помощью вот таких веток, любых, вы можете сделать небольшую изюминку в любой своей работе. Чтобы его закрепить, мне понадобится проволока. Такие вещи, как обычная ветка, они привносят вашу индивидуальность в эту композицию. Вот у нас получилась некая такая форма. Она будет задавать весь характер нашей композиции. Будем сажать сначала самое высокое, а главное растение. В нашем случае это шифлера. Все растения, до того, как вы их пересаживаете, их нужно очень хорошо полить, чтобы корни хорошо освобождались от грунта. И мы освобождаем корни от лишнего грунта. Делаем это аккуратно, стараясь не повредить корни. Высокое растение, наше самое главное, мы сажаем не четко по центру, но и ни в коем случае с краю горшка. Где-то чуть-чуть, отходя от центра, делаем углубление и сажаем наше растение. Слегка его закапываем и прижимаем. Теперь переходит очередь к второстепенным. Если брать такие растения, как спатьфилум, которые растут кустами, можно посадить рядом 3 кустика, в другой стороне посадить 2 кустика рядом. Они будут разные по размеру, и это будет смотреться более интересно, чем равномерное заполнение. Я специально не брала цветущие растения, так как зимой они более капризно переносят пересадку. Декоративно-лиственные в этом плане более универсальны. Их можно пересаживать практически в любое время года. Поэтому, если зимой вам захотелось сделать красоту, вы можете брать различные пестролистные декоративно-лиственные растения. После того, как мы посадили все наши растения, расправляем как-то листики, веточки, как бы нам хотелось это видеть. Понятно, что растения потом подрастут и расправят листики так, как надо им, но первое впечатление мы можем создать и сами. Затем засыпать грунт, который виден между растениями, мы сможем с помощью декоративных камней. Это придаст еще больше декоративности нашей композиции. После посадки нашу композицию нужно полить, чтобы земля немножко осела, и опрыскать нашу прекрасную композицию. После того, как растением станет тесно в этом сосуде, вы сможете сделать из одной композиции две, а то и три, добавив еще несколько других. Не бойтесь экспериментировать. Все, что сделано своими руками и сделано с любовью, в любом случае получится шедеврально. Удачи вам! Вы живете в своем доме и смотрите телевизор со спутниковой тарелки? Тогда эта информация для вас. Телеканал «Мир Белогория» в Триколоре. Чтобы нас найти, необходимо просто перезапустить автопоиск и обновить список каналов. Вот как это происходит. Нажмите меню на пульте дистанционного управления. Затем выберите пункт «Поиск телеканалов Триколор ТВ». Нажмите кнопку «Ок» и произведите обновление списка телеканалов, следуя подсказкам на экране. Среди них вы найдете «Мир Белогория». Сохраните его на удобной для вас кнопке. И тогда канал «Мир Белогория» вы сможете смотреть круглосуточно. Напоминаю, что генеральный партнер программы – компания «Вудмастер». Оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус. Все необходимые материалы для деревянного домостроения. Микрорайон Таврова-2, улица Магистральная, 1А. Телефон 373-058. Сайт «Вудмастер» – дефисбелгород.ру Хотите знать больше о том, что, где и почем на строительном рынке? Вся самая полезная информация в нашей программе. Просто следите за анонсами. Хотите смотреть нас больше и чаще? Заходите на наш сайт «Мир Белогория.ру». В разделе «Телепроекты» вы найдете все выпуски программы «Строите жить». Смотрите, комментируйте. Вам есть что предложить застройщикам? Мы готовы об этом подробно рассказать. Следующий выпуск программы «Строите жить» смотрите 9 февраля. в 20.00. Стройте свое будущее вместе с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА